ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно мы не использовали этот блогерский прием. В этом выпуске вас ждет конкурс и розыгрыш. Можно выиграть настоящий, приносящий прибыль ASIC для майнинга, айфоны по классике и другие ценные призы, потому что наш партнер IBMM Technology, обеспеченные ребята. С вас обязательно лайк, выполнить задание, о котором мы расскажем в конце выпуска. А в комменты пока можете написать, что это за знаменитое озеро на видео. Погнали! Всем привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин. За моей спиной великое озеро Байкал. Но сегодня мы будем говорить не про природное богатство, хотя про него тоже. На нашем канале уже выходило два видео про крипту. Но в этот раз мы решили сделать акцент на майнинге. Это место уникально за счет дешевой электроэнергии с мощнейших ГЭС. Суровый климат данного региона позволяет существенно экономить на охлаждении майнингового оборудования. Здравствуйте, мужики! Ну как, клев есть? Ну слабенький, но есть. А что есть? Ну, Хариус. А, класс! Ну тут есть другая тема, помимо рыбы. И тема, кстати, вообще не слабенькая. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Погнали! Ну, давайте начнем с базовой терминологии. Майнинг – это процесс добычи криптомонет и система поддержки криптовалюты, децентрализованных денег, созданных для устранения посредников. Сегодня мы постараемся разобраться, как это происходит, какие криптовалюты стоит добывать и сколько на этом можно заработать. Деньги! А мы любим деньги! На берегу Байкала мы назначили интервью Андрею Маркелову, совладельцу компании IBMM. Они занимаются здесь проектированием, строительством площадок, покупкой земли и всем, что связано с созданием энергетической инфраструктуры для майнинга. Андрей занимается развитием компании и маркетингом. Слушай, для меня майнинг – это такая тема, которая была максимально на хайпе в году 2016. И ваша компания существует с 2017 года. Расскажи, что изменилось за эти 6-7 лет? Касаемо 2016 года, ты правильно подметил, вся движуха в майнинге, не в России, в принципе, в мире, она началась именно в этот год. То есть все биржи, которые мы сегодня знаем, там Binance, Bybit, OKX и так далее, все майнинг-пулы текущие, все это зародилось именно тогда, в 2016 году. Хотя, в принципе, сам биткоин, да, он существует там с конца 2008 года. Но вот именно вся такая коммерческая движуха, то есть где пошли именно реальные деньги, куча оборудования, росли обороты бирж. Это началось в 2017 году. Тогда как раз был первый хайп, первый рост битка был, он дошел практически до 20 тысяч долларов. И именно вот этот такой инфоповод породил общий такой резкий интерес и к самой крипте, и к майнингу в целом. И тогда как раз компания Bitmain выпустила свою легендарную модель Antminer S9. Это такой самый первый массовый ASIC в мире, такой как автомат Калашникова, который, в принципе, тогда захватил весь рынок. То есть до компании Bitmain, до их модели Antminer S9, люди, в принципе, не знали, что такое массовый майнинг и промышленный майнинг тоже. Для меня, как для дилетанта, майнинг ассоциируется с таким человеком, который купил себе шумную такую штуку ASIC или там на компьютере майнит, поставил себе дома, и она ему генерирует какие-то деньги каждый месяц и какую-то сумму он с нее зарабатывает. То есть это для многих дополнительный заработок. Вот так было в 2016 году, в 2017, и потом вроде бы как бы хайп пропал. Что сейчас? Кто такие майнеры сегодня? Кто этим занимается? Сегодня майнеры, в принципе, в какой-то части остались теми же людьми, которые там были 6 лет назад. Это какие-то люди-энтузиасты, да, которые на свободные деньги могут там в быту где-то разместить устройство, там дома, на даче и так далее. Но что мы, кстати, не рекомендуем, да, потому что как бы бытовая сеть, она не предназначена для таких нагрузок. У человека там есть чайник, микроволновка, которые в пике максимум потребляют, в лучшем случае, 2,5 киловатта. А ASIC, он стабильно потребляет 3,5 киловатта, 24 на 7. То есть дома его включают не особо как вариант. Поэтому это больше такая промышленная история. Вот. И сегодня текущая ситуация на рынке породила такой феномен, как промышленный майнинг. То есть в любом случае сейчас зарабатывают большие деньги те люди, которые покупают оборудование тысячами и десятками тысяч. И, например, в США, яркий там пример, там, в принципе, весь майнинг промышленный. Они покупают на кредитные деньги большое количество устройств в Китае. Просто десятки, сотни тысяч заводят их и майнят просто уже там в долгосрок, то есть большие объемы криптовалют. Немного про компанию-партнера. Проект IBMM был запущен в 2017 году во времена бума стоимости криптовалют. В этот период многие резко разбогатели, купили себе спорткары, квартиры в Дубай и потеряли свои миллионы из-за отсутствия базовых знаний по использованию и безопасному хранению криптовалют. Именно это побудило двух предпринимателей Дмитрия Гузенко и Андрея Маркелова задуматься над тем, как помочь людям обезопасить свои средства, ну и самим заработать на новых технологиях. Мы запускаем три новых площадки, соответственно, хостинга и увеличиваем свою мощность на практически 70% в этом году. А продажа майнеров, она идет в комплексе с установкой на хостинге. То есть сейчас клиенты, если раньше они много покупали майнеры и ставили у себя там где-то, сейчас они покупают с размещением. Здесь раньше больше такая частная была история, они меньше разбирались, меньше было популяризации, были много частников, они покупали, ставили себе на предприятия, на заводы, там дома, где угодно, на риге, там видеокарты или майнеры. Сейчас это люди полноценно заходят в компанию, покупают майнеры, его размещают. Площадки, о которых говорит Дима, это так называемые майнинг-отели. В специальной территории для размещения майнингового оборудования тут поддерживаются оптимальные условия для безопасной эксплуатации. Размещение айсиков в таком отеле существенно экономит силы и нервы криптодобытчиков. Друзья, сзади вы видите линии электропередач, и это и есть то самое конкурентное преимущество местного региона. Сейчас мы приехали в майнинг-отель. Это площадка для айсиков компании IBMM Technology. Ребята платят здесь за 20 мегаватт в час примерно 80 тысяч рублей. В сутки получается около 2 миллионов рублей, а в месяц примерно 60 миллионов. Ну и сколько приносит такая гостиница при таких-то затратах? Пойдемте узнаем. Сейчас мы находимся на одной из наших семи площадок. Здесь, собственно, происходит сам процесс майнинга, можно сказать, в таком масштабном объеме. Вот что в этом контейнере находится, например? Прямо в этом контейнере находятся 250-300 майнеров, которые прямо сейчас занимаются, собственно, добычей биткоина. Контейнер потребляет достаточно большое количество электроэнергии, около 1 мегаватта. И в целом весь процесс, который там есть, это первое добыча биткоина, второе потребление энергии. Сейчас Асик стоит примерно 100, чуть больше тысяч рублей. Ну, средняя модель в районе 100 тысяч рублей. И сколько вот с одного в месяц можно зарабатывать? Просто подели эту сумму где-то там на 15, да, и ты получишь там свой изумечный доход. В этих контейнерах все для комфортного размещения криптожелеза. Стабильная подача электричества, бесперебойное подключение к интернету, оптимальная влажность и мощные системы вентиляции для отвода тепла. Таким образом, клиент майнинг-отеля застракован от практически любых рисков, обеспечен легальным помещением со всеми необходимыми мерами безопасности и техподдержкой 24 на 7. Что здесь происходит? Здесь стоят 350 майнеров E9 Pro. Клиент купил майнеров на ярд. У нас такой один миллиард рублей. Да, и часть его аппаратов стоит на этой площадке. Этот контейнер полностью забит только его майнерами, которые майнят эфир классик. На данный момент закон о майнинге криптовалютах или так называемом токен-сейле в России не существует. А в законопроект о цифровых финансовых активах несколько лет вносят коррективы. Кроме того, майнинг не включен в общероссийский классификатор видов экономической деятельности, проще говоря, аквен. Несмотря на неопределенный юридический статус, майнинг стал заметным бизнес-явлением, а хостинг в подобных дата-центрах делает его максимально комфортным, исключает угрозу штрафов и неприятностей. Однако к выбору гостиницы для своих аппаратов стоит подойти с особым вниманием. У владельца отеля должен быть юридический статус и все необходимые разрешения от государственных служб. В компании ты отвечаешь, как я понял, за решение тяжелых вопросов, да? Я отвечаю за стратегию финансирования, за блок продаж, блок хостинга, операционное управление, бизнес-решения какие-то такие. Больше денег про деньги. В чем сила партнерства вашего? Разные, разные. Абсолютно разные люди. Общательно разные люди вообще. То есть он у него отдельный блок, мы друга не пересекаем, не лезем и каждый свой... разные такие повозки, но там-то в одну сторону. Мы меньше, мало коммуницируем, но это максимально близкий человек, который со мной много лет, и как бы мой партнер, и как бы я его люблю всем в сердце. Слушай, а что ты думаешь по поводу того, что крипта в целом стала сейчас гораздо больше регулироваться, что задержали этого основателя Binance, CZ, что это так вот становится все больше и больше регулируемой сферой? Это на вашем бизнесе не скажется впоследствии? Я не думал об этом. Если будет регуляция, будут белые деньги большие зайдут. У меня есть клиенты, которые покупают майнеры на миллиарды в один контракт, и они спрашивают, скажи мне, как мне купить биток легально? Официально, без налога, биток никак не купишь. Ты можешь купить майнеры, поставить на площадку, при заобслуживании и зарабатывать биткоин. И поэтому они вынуждены, то есть эти большие деньги, покупать майнеры. А если будет легализация, будет, соответственно, регулирование, где будет создана биржевая агент, как товарно-сырьевая биржа, будет прикрепление этих бирж к крупным структурам, где любой физик Кюрик может зайти, аккредитацию пройти, зарегистрироваться и купить там, как условно, ETF, фьючерс или русбиткоин какой-то, за которым стоит реальный биткоин. И тогда туда пойдут не то, что у нас, по-моему, 10, мы только будем заниматься, что только деньги принимать, что-то. То есть в вашем разрезе, тех, кто продает железо для майнинга, такая регуляция рынка – это хорошо? Сто процентов, да. Главное, чтобы не было блокировки именно по тарифам. Потому что я вот когда на форумах встречаюсь, я слышу часто изображение, мы хотим увеличить два раза стоимость электроэнергии тарифа. Но если два раза увеличить тариф, мы вернемся к Казахстану, в Китае, мы ничего не сможем майнить. Не сможем майнить, будет простой мощностей, будет меньше налогов оплачиваться. То есть здесь нет откатов, потому что эта сеть, ты в сеть не можешь не заплатить. Если ты не заплачешь, то я отключу сразу. Поэтому мы все полностью платим в сеть. И эта оплата в сеть – это 90% оборотки. Государство получает большие деньги от этого. То есть это такая антикоррупционная схема. Да. И то есть они сами себе сделают плохо, если они сделают 3-7 рублей, майнеры отключатся, и все, и как бы ничего хорошего не закончится ни для кого. Для майнеров принципиально важна дешевая розетка, то есть низкая цена на электроэнергию. Здесь, в Сибири, ее обеспечивают мощные гидроэлектростанции. Самые легендарные – Саяно-Шушенская и Богучанская. А ближе к Байкалу – три мощных ГЭС. Братская, Иркутская и Усть-Илимская. Только представьте масштаб. Ангарский каскад ГЭС – крупнейший комплекс гидроэлектростанций в России. Расположен на реке Ангара в Иркутской области и Красноярском крае. Суммарная действующая мощность – более 12 тысяч мегаватт. Среднегодовая выработка – 66 миллиардов киловатт. А это 6% от общего потребления электроэнергии в стране. Говорят, здесь буквально каждый второй добывает криптовалюту. Айсики – небольшие фермы, где только не встретишь. На балконах, в автосервисах, на дачах, на заброшенных советских производствах. Но если раньше для майнинга подходил любой более-менее мощный персональный компьютер, то сегодня это дело требует солидных инвестиций. Как в наших краях говорят, небольшая историческая справка. Все началось в 2008 году. Когда был зарегистрирован DominionBitcoin.org. Чуть позже, в том же году, некто, назвавший себя Сатоши Накамото, опубликовал описание биткоина из системы блокчейн-платежей. Он сам добыл 750 биткоинов и 8 января открыл возможность майнинга криптовалюты для всех желающих. И бум, криптоврата открылись. В 2010 году у новой электронной монеты появилась стоимость, которая тогда была меньше одного доллара. Трудно представить. В 2010-м американец купил две пиццы на 10 тысяч биткоинов. Не сделав он этого, сейчас он был бы обладателем более 450 миллионов долларов. Жалко его, но не от всего сердца. Но не от всего сердца. Изначально добыть биткоин можно было с обычного компьютера при помощи процессора. Вероятно, по замыслу Накамото это и должно было сделать криптовалюту децентрализованной. Видеокарты были главным инструментом майнинга около трех лет. Постепенно стало понятно, что майнинг на видеокартах имеет и свои минусы. Данное оборудование не является специализированным, и скорость добычи блоков оставляла желать лучшего. Технологии совершенствовались и менялись, но ни одна полностью не оправдывала ожидания майнеров. Гонка продолжается до сих пор. Основным инструментом по добыче криптомонет сегодня являются айсик-майнеры. Это чипы, которые выпускаются специально для майнинга криптовалюты. По вычислительной мощности и другим характеристикам они в десятки раз превосходят все предыдущие технологии. А какое сегодня оборудование самое крутое? Это какой-то один производитель или это может быть какая-то тенингованная техника? Что у нас в России с этим происходит? Потому что мы слабимся с такими кулибинными изобретателями. Расскажи про это. Касаемо крутого, здесь есть тоже подводные камни. Реально выходят айсики раз в полгода, у которых есть доходность миллион рублей в месяц, два миллиона рублей в месяц. Но они на монеты такие, которые появились буквально год назад, два года назад. То есть, понятно, сейчас эта монета показывает эту доходность, но как только в нее взлетает куча людей майнить... Не на биткоин. Не на биткоин, а на другие монеты. Какая-нибудь там, не знаю, что-нибудь типа Каспы. Бускоин. Бускоин, слава богу, нельзя майнить. Такой пример есть Каспы. То есть, там была сверх какая-то доходность. Там майнер стоил, я помню, 5 миллионов рублей один асик. Он приносил там от полмиллиона до миллиона. Через два месяца этот майнер приносит 50 тысяч рублей в лучшем случае. И понятно, что окупаемость инвестиций в 5 мультов, она срок очень стал уже большим. Если говорить о крутых адекватно, то есть с точки зрения технологий и с точки зрения пользы, то сейчас, конечно, майнинг уходит в какие-то альтернативные системы охлаждения. То есть, это охлаждение на воде, охлаждение на иммерсии. И среди российских пользователей полно энтузиастов, которые сами занимаются апгрейдом майнинга. То есть, они могут даже текущие воздушные асики переделывать под водяное охлаждение. Люди также, вот в Иркутске очень полно кто из майнеров знает такую тему, как иммерсия. То есть, когда у тебя есть ванная пластиковая, либо алюминиевая, ты в нее заливаешь масло инертное, которое не проводит электричество. Обычная домашняя ванна? Нет, они промышленные, да, конечно. И масло тоже не подсолнечное и не сливочное. Заливается масло, иммерсионное он как раз называется, и туда опускаются майнеры без вентиляторов. То есть, у тебя, по сути, получается полностью бесшумный майнинг, который с точки зрения бытовой уже тебе мешает только тем, что он потребляет большое количество электроэнергии. Но он тебе дает прирост в мощности, у тебя увеличивается потенциал для разгона оборудования. Также у тебя появляется оптимизация с точки зрения потребления. Твои асики тоже становятся чуть-чуть менее прожорными с точки зрения электроэнергии. Поэтому, в принципе, крутых майнеров и крутых технологий появляется с каждым годом все больше. Потому что нужно как-то эту тему развивать, нужно как-то потребителей чем-то удивлять, и компании, и народные умельцы, они как бы справляются с этим. В мире майнинга компания в ниш известна производством прошивок для увеличения производительности айсиков, а вместе с ним и увеличение хешрейта. Пользователь такой прошивки платит за нее не рублями или долларами, а процентом от добычи криптомонет. Сегодня это ПО использует более полутора миллиона майнеров по всему миру. Со временем стало ясно, что одной прошивки недостаточно для максимального разгона аппаратов, и компания превратилась в корпорацию, включающую вниш.нет, сервисный центр по ремонту аппаратов и вниш Гидра, специального подразделения, производящего систему охлаждения для майнеров. Семен, партнер компании, как раз и занимается таким апгрейдом оборудования для майнинга. Я и подумать не мог, что разговариваю с человеком с гуманитарным образованием, успевшим поработать в одном из московских государственных театров. Он с детства вместе с отцом увлекался ремонтом техники и сегодня является владельцем собственной мастерской и уникальной технологии по охлаждению майнингового оборудования. Это уникальные майнеры, которые вы сами собираете, насколько я понимаю, да? Нет, майнеры не уникальны. Это серийный майнер производства Китая. Мы просто их тюнингуем, разгоняем, обеспечиваем им охлаждение либо иммерсионной жидкостью, либо водоблоками, в отличие от стандартных, за счет чего можем попутно получать тепло, но и тем самым компенсировать цену на электричество. Ну вот на этом примере можете рассказать, что вы здесь докрутили, что сделали, как его тюнинговали? Это Асик, да? Это стандартный С19ПРО, 110 Тарахэш. Он был изначально воздушного охлаждения, то есть спереди у него были вентиляторы, обычные радиаторы, воздухом он охлаждался, шумел, давал горячий воздух. Мы поставили место стандартных радиаторов в водоблоке, и тем самым мы снимаем водой тепло, ну как видеокарты с водяным охлаждением процессора, и это тепло пускаем по системе, мы можем по этой системе пускать как замкнутым цикл тепло, так и через теплообменники получать не только отопление, но и горячее водоснабжение. То есть в частном доме через теплообменники, бойлер косвенного нагрева, мы пускаем по батареям, по фанкойлам, а через бойлер получаем горячую водичку и моемся. То есть это одновременно и майнер, и обогреватель. И обогреватель, и не только дом. И у нас люди греют резервуары с рыбой, которую коммерчески выращивают, и теплицы греют, и производственные помещения греют. У тебя есть побочный продукт, остаточный от майнинга, это тепло. Соответственно, его можно либо просто утилизировать, там атмосферу ты выгнал из контейнера вентилятором тепло, и все, оно рассеялось. То есть можешь использовать его как бы с каким-то профитом. Там еще даже несколько лет назад, как раз когда были эти самые девятые, вот в Абхазии были ребята, которые отапливали парники там с огурцами, с помидорами с помощью майнеров. То есть поддерживали, да, в какие-то холодные периоды температуру внутри. Сейчас можно использовать коммерческую воду теплую с майнинга. То есть ты можешь достигать температуры воды там порядка 5 из 5, 60 градусов. И в принципе этого достаточно и для отопления, и для... Джакузи. Можно и джакузи, да, почему нет. То есть можно и дома также там отапливать. Ну, в принципе, вариантов использования полно, но когда ты покупаешь там оборудование, которое за одну единицу стоит сотку, у тебя есть риск, что ты можешь либо перегреет, либо вообще чипы сгорят, либо там у тебя дома что-то произойдет, там, я не знаю, либо на производстве. Вот, поэтому как бы вся эта тема есть, да, но нужно обращаться к людям, которые имеют уже опыт в этом и могут тебе нормально все сделать. Этот дом площадью примерно 120 квадратов полностью переведен на майнинг отопления. Несколько асиков даже зимой успешно справляются с поддержанием тепла и горячего водоснабжения. Сейчас мы переключились на криптокотел и поставили бойлер коственного нагрева. И у нас сейчас потребление идет по 2-3 киловатта на фазе. То есть в сумме 9-10 киловатт. Соответственно, хватает остальное на микроволновке, на стиралке, на холодильнике, то есть оставшихся из 15 киловатт. То есть все равномерно распределено по фазам. Чтобы не выделять под майнинг отдельную комнату, Михаил сконструировал небольшую установку из трех аппаратов. Каждый потребляет от 3 до 5 киловатт. В целом стандартный расход для загородного дома. В дом, кстати, идет через вот он пластинчатый теплообменник, внизу расположен. Он разделяет контур дома от батареи, все, что там находится, отдельная система отопления, и между контуром до охлаждения. Потому что здесь антифриз, в доме условно вода в трубах. Нам нужно 60. Вот мы 60 выставляем, если водоблоки тянут. Вот нишевские водоблоки вытягивают до 65 градусов температуры исходящей. Соответственно, достаточно для бойлера, для горячей воды, для батареи тем более. Можно погреть руки об теплой крипто-батарее, уже крипто-тепло. И можно помыть отечественной водой, нагретой крипто-котлом. Пожалуйста, горячие, даже руки обжигают. Потому что максимально допустимая температура, которую кожа терпит, это 55 градусов, а у нас 60-65. Поэтому смело моем посуду, нагретую криптой. Асик-майнеры используют для обогрева теплиц, рыбных хозяйств, складских и производственных помещений, бассейнов. Находимся в подвале частного дома. Идея этой штуки и ее расположение здесь – это отопление бассейна. Это обогрев бассейна. Два контура, два теплообменника. Соответственно, три работающих аппарата. Система с контроллером, то есть управление бассейном автоматизирована. Такой крипто-котел позволяет регулировать температуру воды и следить за изменениями. В то же время, три мощных аппарата продолжают добывать своему владельцу крипто-деньги, которыми впоследствии можно и за электричество заплатить. Несложно догадаться, что это не простые дачники, а люди, которые хорошо разбираются в данном вопросе. К ним мы еще вернемся. А пока попробуем разобраться, из чего состоит сей чудо-аппарат. Семен, у нас сейчас будет распаковка этого айсика, да? Да, это как раз хэшборд, так называемая, плата, на которой расположены вычислительные блоки. Мы их называем чипы, которые выполняют функцию просчитывания через блокчейн непосредственно шарой, так называемой, в которой может быть хранится награда. То есть непосредственно биткоин. То есть здесь 126 чипов, собственно говоря, выполняют они только одну функцию. Они как лом, такие же прямые, ни к чему больше не приспособлены. Это плата от этого же аппарата, но вот уже вот она обутая, как она должна быть, в радиаторах воздушного охлаждения. Вот через эти проемы идет воздух, да? Да, под давлением идет воздух. Давление создается 720 кубов в час. А это у нас плата подобная, только другого аппарата, да, но она на гидроблоке. Ну, она солидная только за счет того, что у нее на этой стороне стоит не воздушный радиатор воздушного охлаждения, а радиатор водяного охлаждения. Охлаждение идет через водяной блок, и горяченькую воду мы получаем. В иммерционное охлаждение мы можем опускать плату с такими радиаторами, то есть с воздушными. Мы просто подготавливаем для этого АСИК. Мы меняем термопасту, если это надо, чистим, если надо, удаляем вентилятор, и он готов к погружению в воду. Это блок питания, крануоборудование. Но это он у нас после ремонта, и пока он не прошел тестирование, не рекомендуется разгонять аппарат на данном блоке питания, потому что пока непонятно, что с ним. А это дорогие вообще вещи? Я знаю, что на них цены с каждым годом меняются кардинально. Но они даже не с каждым годом меняются, они меняются с каждым месяцем. С каждым скачком курса биткоина, да? Да, и с каждым скачком курса биткоина, и с выходом новых аппаратов, соответственно, более мощных, соответственно, более простые аппараты в плане вычислительной возможности дешевеют. Помните Михаила и Александра, приспособивших асики для бытового отопления в своих домах. Они эксперты в данном вопросе и основатели компаний «Октава». Специализируются на иммерсионном охлаждении майнеров и производстве контейнеров, способных вместить десятки и даже сотни асиков. Александр с 1994 года работал в ведущих IT-компаниях. Он быстро поднялся по карьерной лестнице и занимал руководящие должности. В 2010-м опередил свое время и собрал свою первую иммерсионную установку. В 2017-м вместе с другом Михаилом основал компанию «Октава». Александр, можете простыми словами для дилетантов, которые вообще ничего не понимают в майнинге, о крепте слышали, но как-то вот издалека, рассказать, что такое иммерсионное охлаждение? Иммерсионное охлаждение – это способ охлаждения греющихся частей электронной техники методом полного погружения в жидкую среду. Если мы пытаемся охлаждать какую-то электронную технику на воздухе, то здесь можно провести параллель с таким видом спорта, как дайвинг. Всем, кто начинает заниматься дайвингом, на одном из первых занятий объясняют, что вода и в нашем случае другая жидкость отводит тепло как от организма, в данном случае от чипов, в 20 раз эффективнее воздуха. То есть в единицу времени с помощью жидкости мы можем отвести в 20 раз большее количество тепла от того объекта, который мы охлаждаем. А как это работает? Думаю, все наши зрители знают, что если там бросить фотоаппарат, телефон, что-нибудь техническое в жидкость, то этот предмет, скорее всего, сломается. Ярослав, можно твой мобильный телефон? Номер или мобильный? Да, не просто аппарат. Ну вот что у нас тут, работающий телефон. О, последняя модель, айфон. Ну да. В кредит, в кредит поднять? Конечно, в кредит. Все заложил. Угу, супер. Ну вот, съемка. Сейчас я просто возьму и тебе позвоню. Хренеть, конечно. Можно даже ответить на звонок и включить громкую связь. Давайте. Алло. Не, ну звук не передает через жидкость, да? Ну да, звук через жидкость, конечно, да, булькает. Классно, вы придумали очень оригинально. Телефон, телефон вполне, так сказать, работоспособен. Вот. А что, просто его вытереть и он будет таким же? Можно с ним не делать ничего. Потому что через какое-то время вся жидкость, которая попала внутрь телефона, внутрь во всех микросхем, там и так далее, она полностью и безвозвратно, бесследно испарится. С использованием такой жидкости можно достигать существенно больших результатов. Смысл двухфазного иммерсионного охлаждения. А это полезно как-то для телефона? Это как в купель прыгнуть? Ну, или что? Что с ним сейчас произошло? Абсолютно все равно. Ничего с ним сейчас не произошло. То есть там пыль может ушла, да? Ну, пыль, конечно, может какая-то, но как бы так-то ничего не произошло. Такая внутренняя очистка. Я понял. Смысл двухфазного иммерсионного охлаждения заключается в том, что сам процесс охлаждения происходит на фазовом переходе. То есть вот эта жидкость, она начинает кипеть непосредственно на нагреваемых чипах. Температура кипения этой жидкости бывает 49 градусов, бывает 50 градусов, бывает 63 градусов. То есть на 50 градусов ниже, чем вода. Да. И как известно из школьного курса физики, что сам по себе процесс кипения сопровождается активным поглощением тепла. Жидкость испаряется, и сверху стоят специальные конденсоры, которые ее слегка охлаждают и превращают обратно в жидкое состояние. Преимущество такого способа охлаждения, что температура чипа остается постоянной, фиксированной, немного выше температуры кипения жидкости. Для любого чипа, вне зависимости от его месторасположения. То есть оборудование при этом работает очень стабильно. И если мы говорим про разгон, то температура останется той же самой, что бы мы ни делали с чипом. А пить ее нельзя? Нет. Для создания майнинг-фермы на иммерсионном охлаждении используются специальные ванны на несколько асиков. Если в планах криптодобытчика заработать много, ну очень много крипты для размещения аппаратов, используют морские контейнеры для транспортировки. Они изготовлены из высокопрочного металла, герметичны и лучше защищены от внешней среды, в отличие от железнодорожных. Сейчас мы в вашем морском контейнере. Да, это так. Мы на текущий момент подготавливаем контейнер для иммерсионного охлаждения с полным погружением асиков. Соответственно, контейнер подготовлен специально для майнинга. Он утеплен и обшит специальным композитным материалом противопожарным. Соответственно, здесь размещены 12 установок общей вместимостью 144 асика. Получается, здесь мы с вами видим ванны, куда как раз опускается оборудование, верно? Совершенно верно. Это для любых асиков антмайнер с полным погружением, опять же, мы говорим. Сейчас у нас на рынке несколько технологий. Это у нас полное погружение на основе масла. И сейчас появились асики гидро. Конкретно этот контейнер для полного погружения асиков. А это можно назвать инновацией, вот все это сооружение? Безусловно. Потому что такого не делает на рынке практически никто с таким профессиональным подходом. Здесь учтены все моменты в плане тонкости работы майнинга, в том числе в любых регионах. То есть это и холодно, и жара. То есть это можно поставить и в Иркутске, и в Дубае, и везде, да? А это вот все импортные продукты или это вы здесь вот все вывариваете, делаете? Мы полностью здесь вывариваем, все делаем, кроме некоторых компаний, которые невозможно закупить в России, их просто не производят. К примеру, как пластинчатые теплообменники, там правильные циркуляционные насосы. А это делается где? В Тайване, в Китае? Китай, в основном Китай. Мы переключились полностью на Китай, в том числе автоматика. Она оказалась лучше европейских. Мы были удивлены. И она прекрасно отрабатывает себя на полных нагрузках. А вот это все сделано получается здесь, на вашем производстве? Совершенно верно. Круто вообще. То есть полностью сварка, проектировка, это все делается у нас. Давайте посчитаем. Стоит такой контейнер около 10 миллионов. 144 айсика – это примерно 26,5 миллионов. Приносит владельцу половину биткоина в месяц. Потребляемая мощность – полмегаватта, примерно полтора миллиона рублей в месяц. Благодаря иммерсионному охлаждению электроэнергии тратит меньше и на треть снижает затраты на охлаждение. Друзья, мне доверили тоже внести небольшой вклад в развитие майнинга в России и приобрести какие-то новые скиллы. Знаете, в медиа работа в России тоже нестабильная. Поэтому вот освою. Делаю сварочку. Мне провели инструктаж. Я сейчас буду варить ванну, собственно, в которую опускаются потомасики. Ну, вы видели эти контейнеры. И надеваю вот такой замечательный шлем, маску для сварки. Погнали. Первый раз это делаю. Тут сварщик из меня и так себе. Я уверен, впоследствии это счастливая установка, попавшая в наш выпуск, обеспечит своему владельцу отличную криптоприбыль и место в одном из рейтингов Forbes. Так, просверлил. А, нет, это гвозь, все нормально. Какие монеты сегодня майнят? Это биткоин или не только? Основная биток. Что с эфиром? Биткоин-то основная. У биткоина есть форки. То есть форки это, по сути, как копия кода, только немного измененная. Это, например, лайткоин. Есть доджкоин, кстати, интересная монета. И с ней есть интересные истории, как Илон Маск сделал суперприбыльный майнинг именно доджкоина. Майнят также за кэш. Ну, в принципе, монет где-то 7 есть таких, которые уже достаточно давно на рынке, они надежные, они там не соскамятся, ничего с ними не случится. Вот. Ну, залетают, бывают какие-то новые монеты, под них появляется новое оборудование. И некоторые люди без опыта покупают, да, они видят эти сумасшедшие цифры, там, что ты вложил там 4 миллиона, и тебе будет капать там каждый месяц по полмульта. Ну, здесь просто люди обжигаются и покупают такой дорогой опыт себе. Вот. Касаемо майнинга эфира, раньше была очень популярная тема среди тех людей, которые покупали видеокарты. И очень много геймеров, да, которые тоже хотят играть в крутые игры, которым нужны видеокарты мощные, очень стали ругаться на майнеров. И они также ошибочно обвиняют майнеров на ассиках, да, что это все из-за вас, там, выросли цены на видеокарте и так далее. Вот. Но сейчас майнинг на видеокартах тоже пошел на спад, потому что, опять же, вот, эфириум, он перешел на другой алгоритм, proof of stake. Proof of stake, да. Да, то есть там есть просто валидаторы, ограниченное количество лиц, которые, держа большой объем монет, могут как раз подписывать транзакции. Но здесь, как бы, конфликт в том, что... Это что такое, мировое правительство эфириума какое-то? Ну, получается, вроде как да, и вроде как нет. То есть, там, Виталик Бутерин трактует по-другому, но, по сути, это противоречит основной концепции криптовалют децентрализации. Какая-то ФРС США как будто. Да, то есть у тебя смысл в чем, что майнеры, допустим, битка, они раскинуты по всему миру, и ты децентрализован. То есть нет такого, что у кого-то в руках все сконсолидировано, и он что-то решает. А со случаем с эфиром сейчас получилось так, что он реально сконсолидирован в одной точке. Я бывал на форумах криптовых разных там, на том же Blockchain Life, и туда приходишь, как на выставку ВДНХ, где куча производителей со своими майнерами. Вот в чем ваше конкурентное преимущество? У нас по опыту есть очень крупные кейсы, да, на многомиллионные контракты. Там в рублях некоторые контракты доходили до миллиарда. То есть, я думаю, достаточно небольшое количество компаний на российском рынке может похвастаться таким, ну, таким кейсом, таким опытом. Вот, поэтому это говорит о том, что мы выполняем свои обязательства, нам можно доверять. То есть, мы работали с достаточно крупными компаниями, крупными там политиками, знаменитостями. Вот. С точки зрения сервиса, наше преимущество в том, что у нас есть несколько площадок, где мы можем разместить это несколько городов. Вот. И в то же время мы всегда работаем над увеличением этих мощностей. То есть, у нас нет такого, что там мы придумали, что нам нужно там типа 50 мегаватт, эти 50 мегаватт заполняются, и все на этом все встанет. То есть, в любом случае, вместе с тем, как развивается российский майнинг, то есть, да, что количество майнеров увеличивается, людей становится все больше, кому это интересно, мы также развиваем свои площадки и также работаем над сервисом. Потому что, когда у тебя на площадке, там, в примеру, 20 контейнеров с оборудованием, да, в каждом контейнере, там, по 300, там, по 250 аппаратов, ты должен за этим всем следить. У тебя должен быть мониторинг, ты должен следить за температурой, ты должен делать, там, плановое обслуживание, у тебя должен быть стабильный интернет, то есть, какие-то, у тебя должны быть варианты каких-то аварийных ситуаций, да, которые ты можешь, там, быстро исправить, и клиенту не должен страдать его майнинг, там, не должен страдать его доход, у него не должно быть каких-то просадок. Вот, поэтому, с этой точки зрения, мы, как бы, смотрим на боли, да, с которыми может столкнуться клиент, и пытаемся наперед их просто закрывать. Вы еще работаете в Дубае, кроме Москвы и Сибири. Почему? Здесь, я понимаю, тут не очень населенные города, тут нет миллионников, тут дешевая электроэнергия, ну, и Россия в целом, да, комфортнее, чем за границей работать. Что в Дубае? К сожалению, да, есть такая стереотипная штука, что русские все в крипте, в Дубае занимаются, да, вот именно криптой, то есть, ты там можешь даже с риэлтором пообщаться по недвижке, там, хочешь снять дом или купить его, или там, или квартиру, и он тебе может предложить обмен крипты, он тебе может сказать, что у него есть какой-то крипто-стартап и так далее, то есть, есть такая немного вот мемная история в этом плане, то, что почти все русские занимаются криптой в Дубае, но в то же время, первоначально это все-таки такой бизнес-хаб, то есть, не все русские занимаются там криптой, в целом, это просто большая возможность, хорошая, в таком растущем регионе, развивающемся русским людям проявить свои какие-то дополнительные бизнес-амбиции. Там вообще много тем занимаются. Да, очень много. Популярные темы там существуют, да. Один из таких россиян, плотно вошедших в дубайскую крипто-тусовку, Марат Минкин, предприниматель, сооснователь DeFi-проекта Томбэнкинг в Телеграм, филантроп, эк-активист, является главой Томкоин-комьюнити в Дубае. Как ты видишь будущее крипты? Потому что американские регуляторы очень ее сдерживают. В России статус тоже такой, что представитель в Госдуме Аксаков называет криптоэнтузиастов, криптоманами, наркоманами и прочими людьми. И в целом, нет понимания. То есть, с одной стороны, есть компании, которые там ставят майнеры куда-то, занимаются, в общем, развитием крипты. С другой стороны, регуляции в мире нет. Это все вообще не утопия, потому что крипта с ее идеей анархии, которая была там 5-6 лет назад, она потихоньку идет к четкому госрегулированию. Или я не прав? Какая сейчас ситуация? Как ты видишь это? Моя картина мира, это, конечно, останутся проекты децентрализованные, которые не принадлежат какой-то компании или где-то заурегулированные в какой-то определенной стране. Там инкорпорированы это биткоин, золото, как цифровой актив, защитный актив. Справедливая стоимость я не могу даже предполагать, какая, потому что чем больше я нахожусь в криптовалюте по времени, тем больше я понимаю, что вообще прогнозы несправедливая вещь в криптовалюте и непонятно, как она себя поведет в следующем днем, потому что очень много факторов, которые влияют на цену, в том числе и манипуляции со стороны рынка и маркетмейкеров. Биткоин, он есть, никуда не денется, будет справедливая стоимость сформирована со временем, когда придет регуляция в каждой стране. Дальше, эфириум, это технология для разработчиков, которая останется, конечно, несмотря на ее централизованность и открытую команду. Я считаю, что она также останется, и на эфириуме будут появляться и государственные проекты. Это самая регулируемая, самая понятная история. И тонн, это технология для людей. Это децентрализованное общество свободное, которое регулируется в каждой стране уже с учетом правил и законодательства каждой страны. У тебя есть майнеры сейчас твои? Конечно, да, у меня есть, но этим мой партнер занимается как раз тоже из компании IBMM. Я, ребята, давно знаю, это мои хорошие друзья. Твое видение майнинга, что это сегодня? То есть, понятное дело, что там нету сверх больших доходов, как это было когда-то, когда это была прям такая лихорадка этого майнинга. Вот как он сегодня выглядит? Майнинг – это тот же фермерство, по сути. Ты сеешь плоды, потом их собираешь, и урожай в какой-то год может быть менее прибыльный, в какой-то год более прибыльный. Но если ты грамотно распоряжаешься, только единственный плюс у майнинга с классическим фермерством то, что твой продукт не портится, а растет в цене. То есть, это как дополнительное занятие у тебя в целом. Вот сколько в твоей жизни от твоих активностей самых разных в крипте занимает майнинг? То есть, это как грядка, я не знаю, у бабушки, то есть, посадить там клубничку, типа того? Ну, не совсем так. Это, конечно, более история оцифрованная и понятная, где можно просчитать уже конкретно, сколько ты будешь зарабатывать, и это отличает как раз от классического фермерства, как там грядки у бабушки или картошка. Ты не понимаешь, какой у тебя будет урожай, а в данном случае ты можешь это прогнозировать, что является большим плюсом. То есть, ты можешь посчитать стоимость электричества, сможешь посчитать количество мощностей, которые ты ставишь и просчитать ожидаемую доходность. Как сегодня обстоят дела с выводом денег, процессами разными? Вот Binance ушел недавно из России. Что вообще людям в России делать? У людей в России такой вопрос достаточно, на него сложно подобрать однозначный ответ, потому что в принципе нету правовой базы, то есть регулирования обмена криптовалют. По сути, маленькие крипта, они в серой зоне, но они сами туда не заходили, они ни от кого не убегали, то есть просто получилось так, что нету базы законодательной, и они туда попали. А что в идеале должно быть? В идеале должна быть биржа, преимущественно российская, у которой должны, команда разработчиков находиться в России, ответственное лицо, руководитель должен находиться в России, в том числе и сервера должны находиться российские. Эта штука должна регулироваться, с точки зрения государства, она должна регулироваться на предмет того, кто там заходит, что там обменивают, кто там обменивает. В России должны быть сначала сформированы эти правила, а в дальнейшем должна существовать какая-то российская биржа, которая будет работать по этим правилам. Можешь дать три совета начинающим криптонам? На самом деле там советов должно быть не три, а триста, потому что там каждые два месяца все меняется, но если говорить о базе какой-то, то первое, опять же, повторюсь, нужно изучать, если ты там что-то инвестируешь, прям досконально, глобально и понимать вообще, куда эта штука движется. То есть у всех проектов у них есть так называемый roadmap, то есть понимание, что будет через полгода, через год, через два. Если у тебя в голове такая есть идея более спекулятивная, что ты сейчас что-то купишь и через час, через день оно сейчас вырастет, капец как. Здесь я как бы посоветовать вообще ничего не могу, ну все, ты сам принял свой риск сыграть в это казино. Второе, это крипту нужно хранить супернадежно, максимально, не рассчитывать тоже там на какие-то биржи, не рассчитывать на какие-то кошельки в приложениях. Видел полно случаев, как люди хранили вот эти сид-фразы, да, то есть что такое сид-фразы? Это штука, которая дает тебе доступ к кошельку, если ты вообще все потерял. Вот тебе есть эти 12 слов, ты их вводишь потом в приложении, допустим, в том же, которым до этого пользовался, тебе возвращается доступ. Вот я видел, как люди выписывали эту сид-фразу на листочек, а потом этот листочек фотографировали на айфон и хранили в фотках на айфоне. Соответственно, у него там взломали айфон и получили доступ к его крипто-кошельку и все вывели. То есть человек... А как надо? В шкатулке, под замком? А, есть такая штука... А, есть такая штука холодный кошелек, то есть у тебя должна быть скачанная на жесткий диск копия там блокчейна, например, биткоина, да, и у тебя доступы все должны храниться вот там на каком-то твоем ноутбуке или на этом жестком диске, и вот она у тебя лежит. Вот. Касаемость ситфразы, ее нужно хранить тоже там на листочке в каком-то сейфе. Есть тоже такие устройства, продаются металлические вообще там платы, на которых ситфраза можно выбить и хранить ее. Есть там зашифрованное устройство, где ее можно хранить. Но хотя бы банально не хранить ее на телефоне либо в каких-то местах, где можно получить к ней доступ. Третий совет, такой базовый. Если у вас нет понимания, в что инвестировать, но вы хотите во что-то инвестировать, то инвестируйте просто в биткоин. Потому что долгосрочные холтеры биткоина, неважно в каком году они закупили, там, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, вот любой год в долгосрок они зарабатывают деньги. Просто нужно терпение. Потому что, например, вот 17-й год в период, то есть когда биток вырос до 20-ти и потом начал спадать же обратно к десятке, вот в этот период с 20-ти до 10-ти очень много людей расстроились, что я же его купил на 20-ти, я думаю, он будет расти дальше в 30, а он пошел падать вниз. И он расстроился, и он начинает сливать, думает, что будет дальше падать. Но в дальнейшем мы же видели, что он вырос в 30-40-50-60. То есть этому человеку нужно было проявить терпение, подождать, и он бы получил свой результат. Но это касается в большей степени именно биткоина и монет, которые давно появились. Если говорить о каких-то новых монетах, там такой стратегии не стоит придерживаться. Друзья, ну что, вы уже большие молодцы, досмотрели этот выпуск практически до конца, и у нас есть розыгрыш, даже, как я понимаю, несколько призов от IBM, Андрей. Что это? Это не стиральная машина? Это не посудомощная машина? Сейчас выпуск, да, можно было понять, что это Асик. Среди подписчиков канала Forbes, среди тех ребят, которые оставят комментарии, а собственно в комментариях напишут первое, либо слоган для нашей компании, предложение, второе, либо какую-то интересную историю от себя, либо знакомых, как они там познакомились с майнингом, либо какие-то забавные случаи. В общем, один из двух этих кейсов. Ребятам мы подарим, ну сами субъективно выберем, посмотрим комментарии, какие будут самые интересные. Первое, подарим Асик, второе место будет iPhone, третье часы Apple Watch и четвертый, пятый мы подарим свой фирменный мерч. Слоган это что-то под IBM такое колкое, яркое. Какие у тебя еще пожелания у тебя есть? Чтобы это вот характеризовало вас как кого? Учитывая, что это будет происходить на просторах комментариев, не хотелось бы какой-то токсичности, что-то такое более позитивное, ну что-то адекватное, а там уже как бы на воле фантазии. Да, то есть судить мы будем максимально. субъективно, зато честные от души, зато честные от души, просто что нам больше понравится, количество комментариев не ограничено, пишите много историй, много вариантов и удачи вам, ну и поставьте лайк, пожалуйста, на этот выпуск еще раз, если забыли. Большое спасибо, всем пока.